В Тверской области на этой неделе продолжается военно-патриотическая экспедиция «Волжский рубеж», посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Сейчас участники мероприятия уже близятся к завершающей точке своего пути в районе деревни Хорошего Уржевского мемориала советскому солдату. А во вторник на так называемом экваторе прохождения экспедиции съемочная группа встретилась с участниками и узнала первые вести и впечатления. Пешеводная экспедиция проходит по рекам Большая Коша и Волга по территории сразу трех районов области Старицкому, Сележаровскому и Ржевскому. Всего 120 километров пути, большей частью на Байдарках. В середине недели экспедиция прошла известные среди туристов Бенские пороги. Они находятся около села Ельцы Сележаровского района. Очень красивые берега, очень красивая местность, есть на что посмотреть, очень интересно. Бенские пороги – одна из достопримечательностей Тверской области. Группа Тверского вагоностроительного завода оказалась очень сплоченной командой. В этом сомнений не было, потому что мы вагоностроители – одна большая семья. Друг за друга держались и уверенно шли вперед. Тверской вагоностроительный завод и Тверское региональное отделение «Союзмаш-России» стали генеральными партнерами экспедиции, организовали которую под шефное заводу «Школа номер 17» и портал «Панорама-про» медиахолдинга «Тверской проспект». Участники похода уже осмотрели состояние дотов времен Великой Отечественной войны, зафиксировали тексты на плитах воинских захоронений, а также провели их облагораживание и возложили венки. Еще одна из задач экспедиции – экологическая. Родники есть, они достаточно нормальные, они не облагороженные по большей части. В одном месте мы сделали родник, то есть все-таки выкопали, обложили его. Теперь есть родник, мимо проходящий могут без проблем набирать воду. Во время сплава участники экспедиции проводят поиск памятников природы, разрабатывают водные и пешеходные туристические маршруты. При этом исследовательская и патриотическая работа гармонично сочетается с приобретением навыков водного туризма и отдыха. Я так отдохнула, не отдыхала так, наверное, последние 25 лет в жизни. Я буду настаивать на том, что это нужно продолжать. В массы это, ну, я не знаю, потому что это надо просто, это перезагрузка. В экспедицию в Волжский рубеж отправились и дети. Несовершеннолетних участников 10 человек. Так, свои 6 лет 11 августа отметила самая маленькая представительница группы Мария Богданова, дочь сотрудника Тверского вагоностроительного завода. От предприятия Марии подарили походную брендированную чашку. В которой можно пить чай, в которой можно его даже греть. С днем рождения тебе, дорогая. Ну, что надо сказать. Спасибо. Завершится экспедиция 15 августа. В деревне Кокошкино, где в устье реки Сишка, на высоком холме расположен памятник обелиск. Участники похода возложат венки и встретятся с местными жителями. И уже ближе к вечеру в деревне Хорошего посетят Иржевский мемориал советскому солдату. Субтитры создавал DimaTorzok